Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live и обсудим новый влог. Квартира обновляется красотой обновки для сафара. Ну и что я говорила, ребят? Что я говорила? 23-го они снимали этот видеоролик, получается. Вернее, 24-го, прошу прощения. И как раз-таки, где они были? В Екатеринбурге, в антимонопольной службе. Я в прошлом своём обзоре случайно назвала налоговой. По поводу налогов, якобы поехали. Нет, они как раз-таки поехали по делу в антимонопольной службе. Уралочка вся из себя в новой куртюхе, да, с белой этой опушкой и в чёрной шапке. Красота просто красотущая. Ну и, значит, стоит, говорит, вот и в магазинчик заехать, и в обе нам надо. Якобы едут они не по делам. Совсем-совсем не по делам. А едут они по магазинчикам. Да и сладостей надо купить. Абдугани обрыл все шкафчики. Опять Абдугани прожорой сделала. Что не может пацан жить без сладостей. Фу, ребят, ну как же это надоело. Да ещё и говорит, что вот нам говорят не говорить, но мы говорим как есть. Мы говорим как есть. Уралочка, ты тогда и правду говори как есть. Рассказывай как есть. Чё вы попёрлись в Екатеринбург? Ты правду рассказывай. А то за конфетками, бараночками, и чтобы прикупить цветочки на подоконник. Подоконник стал шире, захотелось якобы красоты. О, ребят, цирк по заявкам. Но мы-то знаем, чё они туда поехали. Я уже заранее об этом сказала. И сказала, что вот посмотрите, завтра дунут в Екатеринбург. Так и есть. И сразу, ребят, сразу, как только Уралочка сказала, что хотим там цветочки, всякое такое, тут же они уже оказываются в Екатеринбурге, в магазинчике. Ой, какая ёлочка, ой, какие арочки. И ёлочки, 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 сосёночки. Прям ёлочки мне нравятся. И гномики, посмотри, прям какие. И двери посмотрели. И Уралка вся счастье горит. Видимо, это потому, что отложили заседание. Мы же с вами знаем, что заседание отложили. И эта точная информация мне даже позволила моя подписчица и документ выложить. Но я не могу этого сделать, потому что документ принадлежит не мне. Поэтому я не возьму на себя такую ответственность. Но то, что заседание перенесли, отложили, это точно. И поэтому Уралка, наверное, радуется, что ей, может быть, ещё удастся какие-то доказательства предоставить. Ну, или в очередной раз поплакать, что она такая бедная и несчастная, чтобы её не наказывали, и что она больше не будет. Не знаю, ребят, не знаю. Но чё-то она уж очень радуется. Дальше, значит, Сафар ходит, бродит, там двери рассматривает, вагонку. Короче, для ремонта. Но я думаю, не только он для ремонта в Уралкиной квартире присматривает, но и для себя. Уралка же опять там загадочно наговорила, что после Нового года там у них кое-что намечается, да, но намечается, скорее всего, для Сафарика. Ну, Уралочка будет прибегать на съёмки. Ну, а как же? Сафарчик же к ней гоняет на съёмки. Часто гоняет. Поэтому теперь будет и Уралочка гонять. Заметно, что Уралке это неинтересно. Ей это не нужно. Ну, потом, говорит, потом, пока у нас всё есть, давай цветочки смотреть. Пойдём, говорит, выбирать цветочки. А то затащил ты меня не туда. Да, понятное дело, Сафару интересно всё для ремонта смотреть. Понятно, что ему своё жильё надо благоустраивать. И он даже показал, что ему нравится вагонка, которая подороже. Кстати, ребята, я на такую вагонку даже не смотрю. Не знаю, почему, хотя у меня на кухне, на потолке такая же вагонка, но меня больше прикалывает вагонка деревянная, из чистого дерева. Ну, у меня, потому что балкон как раз-таки обшит деревянной вагонкой. И выглядит это настолько классно, настолько красиво. Нет, ну, на кухне, конечно же, может быть, всё это в деревянном таком стиле и не очень. Но мне почему-то нравится. И глаза дальше у Сафара в разбег пошли. Бегает, всё присматривает, рассматривает. Ему же быстрее хочется у Уралочки там всё забомбить, да, по-быстрому. Не важно, хоть тяп-ляп и готово, но чтобы побыстрее, чтобы уже приняться за свой ремонт. И вы знаете, ребят, что я ещё как раз-таки хотела сказать? Ну, так как я вам говорила, что я думаю, это моё мнение, что есть уже у Сафара жильё. И, может быть, по этой причине у них и налог такой приличный получился. Так как я понимаю, что в России сейчас выплачивают налог за недвижимость, там за машину. И, может быть, здесь как раз-таки и получается две квартиры, две машины. Потому что первая машина хоть и продана была, но, опять же, там, да, она непонятно как продана была, на кого она ещё оформлена. В общем, ребят, я думаю, что как раз-таки жильё всё-таки есть. А Уралка всё ходила и бубнела, что у нас уже всё куплено, уже всё у нас есть, нам ничего не надо, давай уже цветочки. И дальше увидела Уралочка шкафчики. Ей так нужен был шкафчик в ванной. И порошки поставить, и шампунь тоже. А чё, говорит, давай посмотрим Сафар. Ну, конечно, раз заседание передвинули, на позже растянули, отложили на два месяца, то, конечно, можно и шкафчики прикупить. В чём вопрос? Ну и дальше выбирали цветы, чтобы поставить на подоконник. Сафар там один цветок выбрал, Уралка, получается, другой выбрала. Короче, три, по-моему, цветка они там подобрали, или два, по-моему, три. Дальше Уралочка стояла уже с этими торбами и пакетами, а Сарафан пошёл в спортмастер. Потому что, говорит, куртку он выбрал себе, какую-то, ну, дедовскую, поэтому отправит отцу Сафара, деду, да. А себе, говорит, решил купить другую. Ну, сначала Уралка там присматривала, как на нём сидит, и Сафар что-то там вякнул, что якобы совесть его там заест, такие деньги платить. Ну, понятно, что в спортмастере там же не копейки стоят. И кроссовки там дорогие, куртки там тоже дорогие. И вот смотрите, ребят, для сравнения, мальчишку вводят куда? В магазин низких цен. Как раз таки в одежду для всей семьи, где всё дешёвое. Причём обувь покупают ему копеечную. Вы заметили? А себе Сарафан покупает дорогую одежду и дорогую обувь. Вот какое у них отношение к Абдугани. Дальше они уже не показывали. Покупали они там сладости или вкусняхи. Уже прибыли домой, распаковывали эти цветы. Сафар примерял, значит, куртку, показывал, как она на нём сидит. Ну, и затронула она опять-таки тему с Абдугани, что вот Абдугани у нас самостоятельный сегодня, но Сарафан пресёк эту тему, чтобы она больше про него якобы не говорила. Ну, и Уралка замолчала. Ну, она замолчала, ребят, но ненадолго. Она всё равно будет трындеть. Она уже привыкла, и она не может, чтобы кем-нибудь не прикрыться. Ну, значит, будет вылетать Сарафану. Значит, придётся ему быть постоянно голодным, постоянно жрущим. Все сладости на него теперь списываться будут. Ну, раз про Абдугани придётся молчать. Поэтому я и говорю, ребят, не будет она молчать. Она будет дальше рассказывать, как он плачет, уроки делает, как он много ест, как он вечно голодный и прочее. Её не остановить. Это так временно Сафар её заткнул. Дальше примеряет он ботинки и возмущается, что никогда 20 тысяч он за одежду не отдавал. Вот прикиньте, ребят, сыну жалеет шмотки нормальные купить и нормальную качественную кожаную обувь, а себе любимому ничего не жалко. А у них, ребят, так получилось, что уралке цветы, а сарафану шмотки. Нет бы Олюшку свою разодел королевишной. Есть же магазины, где продают вещи большого размера. А то она как пошьёт себе куртёнку да пальтёнка. Так хоть стой, хоть падай. Особенно как она выглядела в этой розовой куртке, слушайте, и в чёрной шапке. Ну, я не знаю, это что-то чем-то. И это так смешно, ребят. Вот стоят, да, купили в бутике башмаки и куртку. Вау, это так дорого! Это такие дорогие вещи! Никогда себе такое дорогое не покупал. Ну, правильно, что ты мог себе купить? Только куртку в дешманской одежде, спортивные штаны. Видать, и знать не знаешь, что такое джинсы, и что есть такая одежда. Он же постоянно ходит в спортивках. То трико с вытянутыми коленками, да ещё и с дырками, то спортивные штаны с василька. Как вот, знаете, какой-то деревенский затурканный мужик. Малюсенький. Капка на глаза натянута, такое чувство, чтобы никто его никогда и ни за что не узнал. И попёр, угнув горб. А тут уж прям весь на понтах. Он в спортмастере купил шматьё. Я, если честно, ребят, не хожу вот в такие магазины, где дешёвая одежда. Я не люблю такие магазины. Мне не нравится качественный пошив. У меня есть свои определённые магазины, где я люблю покупать одежду, где я знаю, что я долго поношу её, и я знаю, что она мне послужит долго, и будет удобной. И денег я не жалею. Ну, а муж у меня тоже. Муж у меня выбирает только качественное. То, чтобы на нём просто вот идеально сидела. Да, он любитель у меня тоже помодничать. Уралка желудком своим и ртом заработала сафарчику на новый парикит. Он-то зарабатывает как? Камеру держит, а уралка заглатывает. Приходится ей стоять, бодяжить, бодяжить. А позволить себе, любимая, ничего не может. Да, особенно на день свадьбы любимый муж даже цветочек не подарил. Видать, эти цветочки специально купили. Раз на день свадьбы, на годовщину не подарил, так через несколько дней лучше подарит. Хотя, получается, на следующий день. Ну, и дальше уралочка включила такую прям мачеху добрёхонькую. Спрашивает, обдуганье что-нибудь ел? Говорит, я же оставляла тебе там картошку. Ты говорил, что так вкусно ещё не ел. И чё-то как-то непонятно. Там обдуганье пробубнил, что якобы не видел и якобы не знал. Видимо, он просто не знал, что ответить. Потому что он, собственно, дома у уралки-то и не был. Возможно, заехали, забрали и притащили, чтобы, ну, видно было, что уже вечер, а пацан на месте. Ребят, всё у них там постановочно. Я уже говорила, уралке верить себя не уважать. Ну, а дальше уралочка сказала, что в магазин они продуктовый не успели 9 часов, поэтому на следующий день или в какой-то другой день они поедут в продуктовый магазин, заодно посмотрят ботинки обдугани для лыж. Поэтому ждёт нас снова, ребят, поездка по магазинчикам за жратвой да за ботинками. Ну, и больше ничего интересного нам не показали и не рассказали. Ну, а что, они же не покажут нам антимонопольную службу. Ну, а нам, собственно, и показывать не надо. Мы всё с вами и сами знаем. Как говорила, так и получилось. Донули у нас сегодня уралка и сарафан, вернее, это было вчера, в Екатеринбург на заседание в антимонопольной службе за нарушение прав по рекламе. В общем, мои хорошие, пишите, пишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok